Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Ревриков Денис Владимирович. Родился в 1976 году. Доктор биологических наук. Заведующий лабораторией редактирования генома научного центра акушерства. Гинекологии и периметологии имени академика Кулакова. Проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Область научных интересов Дениса Ребрикова. Методы молекулярной биологии. Анализ структуры и функции геномов. Микробные биоценозы человека, медицинская генетика, парадонтология. Под его научным руководством с 2003 года по настоящее время проводятся исследования генома и микробиома человека, создание и внедрение инновационных биотехнологий в области медицинской диагностики, генотипирования, идентификации и геномной регистрации, редактирования генома. Денис Ребриков – автор свыше 100 научных публикаций, ведущих профильных отечественных и международных журналов с индексом Хирша, 14. Автор первых отечественных учебников по применению метода ПЦР в реальном времени и метода высокопроизводительного секвенирования НГС. Автор разделов в ведущих мировых сборниках по методам молекулярной биологии. Кроме того, он автор или соавтор свыше 30 изобретений, защищенных российскими и международными патентами и ноу-хау. Под руководством Дениса Владимировича Ребрикова защищено три кандидатских диссертации и одна докторская. Денис Ребриков в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск продолжает цикл программ, посвященных феномену старения и борьбе с ним. Начну я его с сообщения после дам свежей публикации в журнале Nature Medicine. Группа исследователей под руководством Майкла Снайдера из Стэнфордского университета предложила разделить людей на четыре категории в соответствии с четырьмя типами старения. Типы старения выявили эти же ученые, эта же группа, и они находятся в соответствии с соотношением скоростей старения четырех систем организма. Согласно этой категоризации Снайдера с коллегами, типы старения следующие. Он их называет «Ageotypes», перевести на русский, это получается вроде «стариотипы». Их четыре – иммунные, почечные, печеночные и метаболические. Это их предложение. Они считают, что если руководствоваться такой категоризацией, то врачи могут более эффективно давать рекомендации по изменению стиля жизни в соответствии с тем или иным типом старения, выявленным у конкретного человека, или разрабатывать индивидуальную стратегию в рамках персонализации медицины, индивидуальную стратегию лечения, например. Но что такое старение? И когда оно начинается у организма, в частности у человеческого? На этот счет единого мнения нет даже у геронтологов. Есть разные теории, разные подходы к продлению жизни. Своё видение проблемы сегодня представляет Денис Ребриков. Пожалуйста, вам слово, Денис. Да, спасибо. Ну, сразу прокомментирую эту работу. Да, очень интересно. Она, в принципе, такая, она не революционная. Просто ученые, наконец, и мы в лекции к этому подойдем, они, наконец, стали понимать вообще, как устроен процесс старения. И когда мы делаем шаг вперед в науке и попадаем в некую там новую область, новую область, эту область очень хочется классифицировать, как-то структурировать ее. Структурировать. И вот обычно ученые структурируют, вот первый шаг, это на три, на четыре, на пять кучек. Вот ребята сделали там на четыре кучки. Ну, могли на пять. Они же пишут, что бывают промежуточные типы. Все переходные формы, не то, что промежуточные. Там на самом деле нет никаких вот таких вот пиков. Да, вот если представить этот график, вот мы всех людей классифицировали по этим типам. Это не будут пики в районе вот этих значений. Они просто разделили некую там шкалу непрерывную, да, на четыре сегмента. Но, конечно, есть все переходные формы, причем они даже не по прямой расположены. Вот эти, скажем так, типы людей, да. Это некая плоскость. И ее вообще очень сложно будет разделить. Это круги на плоскости. Но, возвращаясь к самому нашему, так сказать, к теме вообще про старение. Действительно, этот вопрос вообще исторически всегда волновал людей. Почему мы стареем, почему мы умираем, как вообще с этим бороться. И вот я просто взял определение, оно такое довольно длинное. Ну, если сказать по-простому, то старение, интуитивно понятный термин, это просто ухудшение свойств любой системы. Вот когда мы говорим, что у нас автомобиль постарел. Износ, фактически изнашивает. Да, вот автомобиль постарел, мы, вот это был новый, а это старый автомобиль. У него возникли проблемы с работой систем каких-то его автомобильных. Так и с живыми системами, когда мы видим, что у организма пропадает эффективность регенерации, пропадает способность к размножению. Он становится менее приспособлен к условиям к рожейной среде. Мы говорим, вот он постарел. Как вы уже упомянули, есть отдельное направление в науке, геронтология, которое изучает процессы старения и стремится как-то противостоять им. Вопрос в том, зачем эволюция придумала старение и зачем оно вообще потребовалось живым системам. Это, безусловно, это эволюционное изобретение, старение, которое необходимо для адекватной скорости смены живых организмов из поколения в поколение. Что такое адекватная скорость? Это скорость, соответствующая скорости изменения условий внешней среды. Каждый организм живет в некоторой экологической нише, в своем окружении биологическом. И не только биологическом, а вообще природном в широком смысле слова. И бывают экониши, которые меняются очень медленно. Скажем, очень стабильный ландшафт, никаких не происходит изменений влажности в течение сотен тысяч лет, миллионов лет, может быть, глобальных. Хотя мы знаем все, что есть определенные циклы у планеты, когда глобальное потепление, глобальное похолодание. Вот сейчас человечество опять утверждает, что быстро надвигающееся глобальное потепление это не, скажем так, естественный цикл планеты, а это вот наш вклад. И они как-то вычисляют этот вклад, говоря, что да, действительно мы сейчас находимся на тренде какого-то там потепления, но плюс к этому идет огромный вклад антропогенного фактора. Тем не менее, вот существуют более стабильные с природной точки зрения ниши, и плюс к природным элементам мы сюда же довнесем и биологические, то есть всегда любой вид взаимодействует с окружающими видами. И вопрос, а с какой скоростью окружающие его виды меняются, меняется их состав, меняются они сами как организмы. А есть очень бурлящие ниши, где все происходит очень быстро. И чтобы вид не исчез в такой быстро меняющейся нише, он должен довольно быстро изменять свою генетику, по сути. Вот я здесь привел классическую череду эволюции современной лошади в течение последних миллионов лет. И мы понимаем, что эта эволюция, она была заточена на то, чтобы вид сохранился, чтобы он выжил в условиях... Так или иначе. Так или иначе. Таким образом, вид всегда стремится найти баланс скорости изменения своей генетики и скорости изменения окружающей среды. А чтобы генетика менялась, нужно, чтобы была смена поколений. Потому что если существует организм, и этот организм уже сформирован с каким-то набором генов, этот набор генов внутри его существования, вот этого тела конкретного, живые системы не умеют менять. Это мы сейчас подходим к некому генному редактированию, что, может быть, мы сможем достать клетки, поменять в них гены и вернуть. И обратно обратно. Но в естественном цикле, в естественной природе организм не умеет менять свою генетику внутри уже существующего тела. Ну, как бы специалисты могут сказать, нет, есть примеры. Но мы вот так в общем скажем. Если дерево выросло, то в стволе этого дерева есть клетки, которые будут с определенной генетикой все время существования этого дерева. И только в следующем поколении, в семенах этого дерева, будет немножко измененная генетика. Потому что на стыке поколений при генерации гомет существуют специально заложенные туда процессы, перемешивания генетической информации. Причем это перемешивание, оно несколько уровневое. Во-первых, организмы часто диплоидные. Вот как люди, например. Есть два пола. И два разных пола сбрасываются своими генами в очередной организм. Таким образом, существует некая комбинаторика сбрасываемых в новый организм генов. Для примера скажу, что у одной пары родителей может быть больше 50 триллионов разных генетических вариантов сочетаний хромосом. Хромосома – это большой блок с информацией, с генетической информацией. То есть, рекомбинация может такое качество вариантов. Да, это даже не рекомбинация, это сочетание. Сочетание. Но вы правильный термин сказали. До этого, еще внутри нас, когда мы генерируем гометы, сперматозоиды, ациты, происходит еще дополнительное перемешивание генов внутри наших хромосом. Так называемый процесс крысинговера в ходе миоза. Вот кто в школе биологии учил, они этот термин слышали – крысинговер. То есть, существует несколько типов перемешивания генетической информации с тем, чтобы следующее поколение немножко отличалось от предыдущего. И уже в нем, как описал Дарвин совершенно корректно, выживают наиболее приспособленные к тем условиям, которые существуют в данный момент. Да, это и есть двигатель эволюции, двигатель изменения биологического вида. Но еще раз представим себе, что не существует смены поколений, или смена поколений происходит раз в сто тысяч лет. Это означает, что при скорости изменения внешней среды быстрее, чем тысячи лет, например, это сотни лет. Такой вид будет вымирать, потому что через время эти организмы окажутся совершенно неадекватными, потому что вокруг них. Они жили в болоте, возникла пустыня, а они как жили в болоте, так и хотят жить в болоте. У них не пришла адаптация. Ходили лохматые слоны, мамонты, стало жарко, предположим, они так и ходят лохматые, но все, они вымрут. От жары. Должна быть соответствующая адекватная скорость изменения генетики в соответствии со скоростью изменения окружающей среды. При этом мы должны заметить, что в принципе при достаточно низкой скорости изменения и при достаточно высокой скорости элиминирования гибели животных, например, животных или растений, это неважно, от иных причин не старения... Из популяции выбрасывания... Гибель. Ну, по-простому гибель. Например, от хищников, от заболеваний. Если скорость их гибели достаточно для ухода существующих особей, то в принципе природе необязательно думать еще над чем-то. Они и так гибнут. Раз они гибнут, то мы можем не придумывать, как их выбрасывать из популяции за счет старения. Давайте так. Концепция. Старение это способ элиминирования, выбрасывания из популяции гибели особей в тех случаях, когда другие способы их гибели недостаточно эффективны. Накапливаются. Они, гады, не гибнут. Они живут и живут. Ничего не случилось. Они не болеют. Их хищники не кушают. Они в конце концов всю экологическую нишу заполнятся, жрут и таким образом сами себя подрубят. Если их не состарить, то... Да. Их надо отдельно каким-то образом убивать. Вот это придуманное старение. Ну вот у кого мы можем сказать, что им не требуется механизм, генетически заложенный механизм старения. Вот у большинства деревьев мы не наблюдаем старения. А дело в том, что, как я на первом слайде показал, существуют признаки старения. Организм перестает так же эффективно размножаться, так же эффективно регенерировать, расти. Ну вот если мы возьмем какое-нибудь дерево там очень старое, и возьмем у него клетки там листиков, веточек, мы не обнаружим разницы с таким же молодым деревом. То есть у старого дерева, у молодого дерева и побеги растут с одинаковой примерной эффективностью. Вот какие-то там сосны пять тысяч лет, секвои там и так далее. И ученые, видя, что у разных организмов совершенно разные скорости старения, они вот как в той статье, которую вы вначале упомянули, они все разделились на три кучи. Да, быстрая, средняя и медленная, если грубо говорить. Вот есть такая классификация, она очень условная. Есть организмы, у которых, например, старение определено фактически, ну, по часовым расписаниям, как организм живет. От рождения до гибели, до смерти, у него все шаги расписаны, как компьютерная программа. Или как, не знаю, программа, мне нравится, со стиральной машинкой сравнить. Вот в машинке есть программа, у всех дома есть стиральная машинка. Вот вы включили программу, и она точно пишет, через сколько она закончится стирать. Закончить, да. Вот это очень похоже на то, что написано внутри организма. Вот для нематод, для дрозофил, для них четко прописано, сколько часов живет данный организм, с какой скоростью он стареет и когда он погибнет. Когда муха родилась, мы можем с высокой точностью предсказать момент ее смерти. Там у некоторых организмов это более размыто, а у некоторых мы вообще не наблюдаем признаков старения. Это называется пренебрежимое старение. Хочется заметить, что для организмов со средним или с пренебрежимым старением мы наблюдаем иногда мутантные формы. То есть, когда генетическая программа по каким-то причинам нарушена. Обычно это мутация. Как-то возникла мутация, поломка какого-то гена или нескольких генов. Вот у человека, как одного из наиболее изученных видов, мы знаем такое заболевание прогирия. По сути, это модель ускоренного старения. Есть белок, ламин, участвующий в формировании ядерной оболочки упаковки ДНК. И если этот белок мутирован, то это приводит к нарушению репликации клеток. И такие люди с заболеванием обычно не живут дольше 13-15 лет. При этом мы наблюдаем прохождение организма через все заложенные в программе этапы старения. То есть, ускоренное. Ускоренное. Прямо вот фактически он как бы проходит через всю жизнь. И к 13 годам мы имеем фактически старика по всем параметрам, которые геронтология на сегодня может зафиксировать. Биохимические анализы, физические, все-все-все-все. Все очень логично предположить, что если мы имеем такие мутации по ускоряющие старение, то теоретически можно предположить, что должны быть мутации, которые замедляют старение. Ну вот это нормальное, естественное старение. Я нашел такие пары слайдов, почему-то мне они понравились. Как это естественное старение. Ну и есть вот пренебрежимое старение. Это термин, который ввел Колеб Финч. И критерий отнесения какого-то вида к категории пренебрежимостареющих это отсутствие и увеличение темпа смертности и заболеваемости с возрастом. То есть мы не, после того как организм достиг полового созревания, он зафиксировался в неком состоянии и дальше мы можем обследовать этот организм в течение бесконечно долгого времени, не находя никаких признаков как раз старости. То есть он одинаковый как та сосна. или, например, вот про хрящевых рыб. Считают, что у многих или у большинства, там у всех хрящевых рыб, мы не наблюдаем признаков старения организма. У акул, например. Для многих видов акул мы не знаем предела жизни, сколько она живет. Даже есть такая гипотеза, что элиминирование особей из популяции у акул происходит либо за счет заболеваний, что с ними редко случается, либо за счет того, что акула за счет своего роста, а она просто линейно растет в течение всей жизни, за счет роста она в какой-то момент выходит из экологической ниши трофической питания, и становится неспособна питаться той рыбой, которой она питалась, когда была молодой. Допустим, 3 метра она ловит какую-то рыбку, стала она 8 метров, она уже эту рыбку поймать не может из размеров и гибнет за счет того, что не находит новую нишу. Существуют примеры акула гренландская, есть особи, которым 400 лет и более лет, и даже здесь важен не абсолютный возраст, бог с ним с возрастом, сосна живет 5000 лет. Здесь вопрос в том, наблюдаем ли мы признаки старения. Вот берем эту акулу, 20-летнюю и 400-летнюю, она по размерам одинаковая, это чуть-чуть больше, и берем у нее разные виды анализов, и не находим разницы между 400-летней и 40-летней. Нет разницы. Это как раз является признаком пренебрежимого старения. Это важно. То есть мы не можем заметить тренды к ухудшению состояния организма. Но в качестве рекордсменов среди животных, именно животных, вот губки, они, пожалуй, самые долгоживущие, там 20 тысяч лет. Для них это для одного и того же организма. То есть хочется отметить, что это организм, когда-то возникший 20 тысяч лет за счет сочетания гомет, половых клеток, и клеточка стала развиваться, вырос организм, и больше он не менялся. Вот он как возник со своей генетикой, мы могли бы 20 тысяч лет назад взять у него, посмотреть гены, и спустя 20 тысяч сейчас посмотреть гены. Мы бы увидели, что это один и тот же организм. Никакой динамики такой. Не существует... Какие можно сделать выводы из существования таких организмов? Вот моллюски есть возрастом 500 лет, причем это небольшие достаточно организмы. Там этот моллюск, он весит, может быть, 100 грамм, а живет 500 лет. А мы весим там 80 килограмм и живем 100. То есть еще интересный факт. Не существует жесткой сцепки между размером организма и продолжительностью жизни. Есть организмы гигантские. Лобстеры живут 100 лет на тарелке. А слоны, боюсь наврать, ну что-то типа 40-50. Ну да, да, что-то так. То есть нет жесткой сцепки. Мы можем утверждать, что ни в коем случае никаких запретов на воспроизводство клеток и на существование клеток такие интервалы лет не существует. Потому что раньше были идеи о том, что клетки имеют определенный лимит числа делений или какие-то накопления мутаций. Но позвольте, за 20 тысяч лет у этой губки, если мы говорим, что... А скорость какой мутации? Если мышка гибнет через два года, потому что она накопила мутации, то почему здесь не накапливается? Там такая же ДНК. Точно такая же химически. Она абсолютно такая же. Если мы возьмем клетку губки и клетку мыши, с точки зрения цитологии и генетики, это крайне похожие организмы. Я боюсь увести в сторону, но можно предположить, что у них системы репарации, скажем, хорошие, эффективные. Да. Но является ли получение внешних повреждений для клетки чем-то неизбежным в живых системах? Существование таких организмов, говорят, нет, не является. Если надо, мы можем существовать тысячи лет без проблем. Для небольшой рыбки 200 лет. Для олеутских окунь. Очень небольшой организм протеи. 100 грамм тоже. Такой 20-сантиметровый. Такая саламандра. Как бы 100 лет. Представим себе. Есть тритонные саламандры, которые живут один сезон. А есть, которые 100 лет. Причем разница. Внутри очень близких видов. Очень близких. Вот примерно с морскими ежами все очень любят. Морские ежи. У них внутри рода, ну, рода там чуть выше, но очень близкие организмы морские ежи. У них есть виды с очень разной продолжительностью. Четыре года, например, 40 лет и 200 лет. Это все морские ежи. И они, с точки зрения там зоологов, это близкие, достаточно близкие родственники. Да. И вот такую модель очень здорово использовать для исследования. А почему? Почему так получилось, что разница в, ну там, в 100 раз почти, да. Между четырьмя годами и двумя стами годами. Какие механизмы внутри клеток позволяют этим организмам совершенно по-разному существовать с точки зрения продолжительности жизни. Ну вот, теперь перейдем, наверное, к теориям, которые описывают старение. Вот теория, одна из теорий, такая достаточно распространенная, но, в общем, уже устаревшая. Это то, что за счет делений клетки концы хромосом, так называемые теломеры, они постепенно укорачиваются. И это и есть некий таймер, заложенный внутри клетки и считающий число делений клетки. Когда этот таймер исчерпан, когда теломеры укоротились настолько, что достигли кодирующих областей хромосомы, то клетка не может больше размножаться и она гибнет. Сама по себе концепция этой теломерной теории, она изначально неправильная была, потому что мы понимаем, биологи, ну и, в общем, все люди понимают, что даже передавая из поколения в поколение генетику, мы никуда не уходим от термина клетка. Гомета, сперматозоид или аоцид – это тоже клетка. Таким образом, хромосомы, которые, представим себе, хромосомы, которые проходят сквозь время, сквозь поколения, человек – гомета, человек – гомета – это одни и те же хромосомы. То есть, в нас хромосомы физически – это копии точные, более-менее точные копии хромосом наших предков. Бабушки вообще-то, прабабушки. Там тысячи, сотни тысяч и миллионы лет назад. Ну, то есть, на самом деле, нет никакого предела назад. Мы можем сказать, что несколько миллионов лет назад мы еще не считались видом Homo sapiens, а были там, предположим, обезьянками. Но в обезьянках были те же хромосомы, которые в нас. То есть, никакого неизбежного укорачивания хромосом существовать не может. Значит, есть какой-то механизм поддержания длины, и это правда. Существуют теломеразы, ферменты, которые постоянно наращивают. А то, что мы видим в солидных тканях, так называемых тканях, которые создают наш организм, то, что мы видим укорачивание теломер – это следствие выключения этого фермента, выключения программного. Не нужен он. Все, нам хорошо, что теломеры укорачиваются. Нам правильно, что в мышцах, которые не собираются больше делиться, они окончательно дифференцировались, или в нейронах, они окончательно дифференцировались и выполняют свою функцию в организме. Природа, она вообще крайне рациональна. Она все, что сейчас не требуется, она все это выключает. Значит, если ген теломеразы больше не нужен будет, и сам фермент нам не нужен, соответственно, то мы этот ген выключаем. И все. И он перестает работать. Клетка еще какое-то время поделилась. Ей хватило тех теломер, которые были, но мы наблюдаем какое-то укорачивание. Но в линии клеток, которая дает гометы, никакого укорачивания не происходит. Там теломеразы работают постоянно и очень хорошо. Следующий пример теории. Есть такая свободно-радикальная теория. Ее придерживаются довольно много исследователей. Насколько я понимаю, в частности, всем известный Скулачев, такой у нас академик. Максим Владимирович у нас тут выступал. Значит, если общими словами, то принцип этой теории в том, что вообще в клетке, внутри ее структуры, состоящей из белков, липидов, полисахаридов, тех же нуклеиновых кислот ДНК и РНК, вообще в этой системе от ее функционирования накапливаются поломки разного рода. Поломки, кстати, удивительно, когда мы говорим про мутации в ДНК. Вопрос, а эти мутации, эти нарушения в ДНК, вообще откуда они берутся, с чем они связаны? Самое интересное, что самый частый вариант поломки отщепления азотистого основания от сахара, нуклеотида, это называется опоринизация или оперимединизация, происходит просто спонтанно за счет броновского движения, за счет того, что все время молекулы колеблется, и это достаточно большая химическая группа, она висит на ковалентной связи, которая не выдерживает, и это происходит примерно пять тысяч раз в сутки в каждой клетке нашего тела. То есть, наша молекула ДНК, наш геном, каждый день в каждой клетке, коих триллионы, теряет пять тысяч азотистых оснований. Но существует, как мы уже упомянули, система починки. Она приходит и все время непрерывно чинит, 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 чинит. Но за счет того, что она чинит иногда не точно, появляются нарушения. И вот эти нарушения со временем в организме приводят к образованию опухоли, к образованию клеток, которые перестают реагировать на сигналы от организма в целом. Организм – социальная система, так скажем. Клетки договорились между собой, что они составляют целый организм, единый. И в них появляются такие асоциальные элементы, такие преступники. Клетки-преступники. Они говорят, мы не будем следовать договоренностям. Они говорят, как, мы же здесь сейчас все умрем. Да, нам все равно, мы будем расти как хотим. Вот это их сумасшествие – это следствие поломки в ДНК, которое, в свою очередь, следствие непрерывного процесса нарушения восстановления. И на этом фоне, например, жизнь в Чернобыле – это очень-очень маленький дополнительный вклад, крошечный вклад в общий фон нарушений. Почему я хотел… Еще любят говорить про влияние космических лучей, которые поражают ДНК. Я слышала. Я от астрофизиков слышала. Если мы скажем, что Солнце – это космическое тело, то оно, безусловно, на нас очень сильно влияет. Астрофизики, когда хотят получить гранты на изучение магнитосферы, они говорят, ну как же, вот влияет на ДНК. Но это протирка оптических осей микроскопов. Да, да, да. Солнце, кстати, очень мощный мутагенный фактор. Действительно, при неадаптированной к резкому увеличению интенсивности ультрафиолетов кожи, когда наш россиянин зимой едет в Египет… Едет в Египет и доводит себя до меланола… Да, да, да. Репарация в клетках тоже должна быть как бы раскачана. Просто я чуть-чуть уточню, что ультрафиолет, он вызывает в ДНК конкретный, очень определенный тип нарушений, так называемые тиминовые димеры. Эти тиминовые димеры репарируют тоже специальный фермент. И у нас в Москве, в темной Москве зимой, этот фермент в клетках кожи особо не работает, он не нужен. Но если вы вдруг резко выползаете на пляж, и вы получаете большие дозы ультрафиолета, то отсутствие этого фермента не может… Ведь он не успевает начать вырабатываться. Да, надо дать какое-то время, несколько дней. Для обратной связи какой-то. Да, несколько дней, чтобы постепенно появился фермент. Возвращаясь к свободно-радикальной теории. Вторым, возможно, по нагрузке на нашу ДНК, по мутагенной активности, после самопроизвольного нарушения за счет бронского движения, является работа митохондрий и вообще работа биохимического аппарата клетки. Когда мы перерабатываем энергию, клетка перерабатывает энергию, она неизбежно генерирует в качестве побочного продукта так называемые свободные радикалы, кислорода в частности. И почему она свободно-радикальная? Потому что вот эти свободные радикалы кислорода – это крайне активные молекулы. Они реагируют почти со всем, с чем сталкиваются внутри клетки. Если такой свободный радикал, супероксид кислорода, сталкивается, например, с нуклеотидом, он его окисляет, нарушает, разрушает. И это как раз тоже определенный мутагенный эффект. И, кстати, с этой теорией отчасти согласуется тот факт, что организмы, которые быстрее перерабатывают энергию, больше прокачивают через себя энергии. Ее можно померить в калориях. Вот сколько организм скушал за единицу времени, за сутки. И мы можем представить себе две модели. Вот у нас есть мышки в клетках. Мышки одинаковые. Одних мышек мы не кормим. Кормим на голодном пайке. И они при этом все время спят. Потому что они голодные, им ничего не хочется. Все мы знаем, что когда мы на диете, у нас нет энергии. А других мышек мы очень хорошо кормим. И у них колесики, лазалки, они все время куда-то бегут. Ни те, ни другие не жиреют. Те, которых мы хорошо кормим, не полнеют, потому что они все время двигаются. Но те, кого мы хорошо кормим, кто хорошо двигается, они умрут гораздо быстрее. Гораздо быстрее. Потому что скорость прокачки через организм калорий как раз фактор старения системы в целом. Как это сцеплено, пока детально мы не понимаем. Но сторонники свободно-радикальной теории ставят это в пример. Они говорят, что эти генераторы больше свободных радикалов. Стареют быстрее и умирают раньше. Поэтому эта нагрузка является важнейшим фактором старения. Но мы сейчас придем к третьей теории, и я попробую объяснить, почему так. Ну вот у морских ежей с разной продолжительностью жизни, о которых мы говорили на предыдущем слайде, не выявлено возраст зависимого изменения общего уровня окислительных повреждений. То есть они примерно с одинаковой скоростью получают мутации в ДНК, примерно с одинаковой скоростью генерируют эти супероксидорадикалы и так далее. Ну и наконец теория генетической программы, которая опять же сегодня, пожалуй, наиболее принимается научным сообществом. Это теория, которая говорит, что существуют записанные в ДНК для данного вида организмов плановые изменения активности генов, ведущие как раз к старению организма. И в этом смысле нет никакой разницы между эмбриональным развитием, развитием, ростом, юношеством, взрослым состоянием и каким-то старением. Это все один непрерывный, записанный в программе процесс. Это опять же, обращаясь к стиральной машинке, почему-то мы называем отжим. Полоскание. Отжим у нас это отдельный, совершенно четкий, неизбежный процесс. Нет, это элемент программы. Мы можем сказать, не надо отжимать, пусть оно так... Что мы и делаем. Да, вот, иногда. А здесь мы почему-то говорим, что вот да, развитие нам понятно, это программа, безусловно программа. Генетики говорят, ну как развитие, это точно программа, да. Как бы существование взрослого организма, ну там тоже как бы гены работают, то сё. А вот старение, это, я сейчас как бы троллю, да. Это не программа, а это износ. Это вот изнашивание. Теория генетической программы утверждает, что нет, на каждом шаге существования организма переключение генов есть важнейший фактор изменения состояния клеток и организма в целом. То есть это старение записано в наших генах. И мы пытаемся зацепить, какие же факторы в геноме определяют то, почему, какие гены вообще должны быть выключены или включены, для того, чтобы мы заметили это старение, чтобы организм вошёл в старение, перестал как-то правильно регенерировать. То есть как выяснить, на каком этапе находится реализация программы. И, например, на каком этапе. Вот для того, чтобы понять на каком этапе, учёные стали активно лет 10 назад исследовать так называемое метилирование генома. Это очень интересное свойство ДНК, которое сегодня называют эпигеном, эпигенетическое регулирование. Что значит эпи? Это значит, что оно не записано в ДНК как таковой. А оно временно, но может довольно длительное время, даже иногда передаётся из поколения в поколение, временно существующие некие маркеры, навешиваемые на ДНК, которые могут быть навешаны и убраны. Это обычный метильный радикал, с H3 группа, на некоторые нуклеотиды. Так вот, учёные уже довольно давно обнаружили, что эти метильные группы, они не постоянно расположены в ДНК, а их расположение меняется. Причём, в основном, в районе старта работы гена, это промоторная область, которая, собственно, и влияет на то, будет этот белок нарабатываться. Включится или не включится. Вот эти метильные группы стали за ними наблюдать и обнаружили, что с возрастом у организма меняется метилирование, профиль метилирования. Какие-то гены включаются, какие-то выключаются, и в целом этот профиль становится там другой интенсивности. Вот для собак даже недавно формулу, я считала, и для людей есть такая формула. Значит, вот если мы посмотрим на хронологический возраст, который мы знаем для человека и померяем метилирование, то мы обнаружим, что это метилирование превратим в биологический возраст некий, то мы обнаружим, что существуют люди, которые по этому анализу стареют быстрее среднего, вот это среднее значение, существует, которые стареют медленнее среднего. И таким образом мы это видим в быту. Мы можем сказать, что человек в своем возрасте выглядит великолепно. Встреча одноклассников, да? Какой широкий спектр вообще. Другие какие-то анализы биохимические тоже у него делают и говорят, слушайте, он в свои годы выглядит на 10 лет моложе. Не только внешне. Внешность можно там с косметикой как-то или пластикой подделать. Но, простите, биохимические анализы это некая объективная реальность. Они говорят, очень хорошо сохранился. А кто-то наоборот. Вот это дополнительным критерием оценки на сегодня стала оценка метилирования. И, кстати, сейчас довольно востребованный такой анализ. Сейчас людям стало любопытно, с какой же скоростью мой организм стоит. В каком метилированном состоянии я нахожусь. И возникла гипотеза, что... Ну вот, кстати, в качестве примера криминалистического... Да, это очень интересный пример. ...был факт такой, что беженцы из африканских стран, они принимаются некоторыми странами Европы. Если они несовершеннолетние, они вынуждены принимать. И многие говорят, что они несовершеннолетние, и вот документов нет. Пойди докажи. И вот был пример года три назад, когда назначили такой генетический тест, и по нему установили, что самый молодой вариант возраста, который можно этому беженцу приписать, это 25 лет. Тем не менее. Совершеннолетний. Совершеннолетний. Вот. Значит... И вот ученые стали размышлять на тему, а не является ли метилирование как раз тем механизмом, на который можно попробовать влиять с целью предотвращения как раз изменения программы. Чего хотят люди? Они хотят такую таблетку, которую ты скушал и перестал стареть. Хотя бы. Мы сейчас не говорим про историю с Бенджамином Баттоном, с фильмом «Невероятная история Бенджамина Баттона». Сейчас к этому тоже, кстати, затронем на секунду. Но хотя бы остановить процесс старения. Может быть, если мы научимся останавливать реметилирование генома, то есть зафиксировать метилирование в том виде, в котором оно у нас условно в 30 лет, может быть и старение остановится, если не будет изменений. Какие на сегодня существуют способы замедления программы старения? Во-первых, я уже упомянул так называемый естественный способ ограничения. Это меньше прокачивать энергии через систему. И действительно, как это ни странно, вы будете жить дольше, если будете меньше есть и меньше двигаться. Меньше калорий, на самом деле. Всего меньше калорий. Но вы не можете тратить, не потребляя. То есть человек, который будет активно тратить, он либо умрет от истощения, либо будет вынужден восполнять эту нехватку. Поэтому меньше потреблять и меньше тратить. Чем меньше общий поток калорий через организм, тем выше продолжение жизни. Это доказано для всех животных, для лабораторных, для человека. Это естественное такое ограничение. А вот по поводу искусственных, на сегодня найдены препараты, которые как раз производят переметелирование генома, меняют эпигенетическую структуру внутри клетки. И есть надежда на то, что вот эти препараты как раз позволят остановить переформатирование, постоянное переформатирование генома с целью его переключения генетики на программу старения. Был даже недавно такая небольшая публикация вышла, правда на очень небольшой выборке, что группе молодых людей давали в течение двух лет некие три препарата, которые влияют как раз на эпигенетическое состояние. И обнаружилось, что по итогам этих двух лет они помолодели примерно на три года. Если мы берем в качестве критерия вот этот график метеллирования, вот этот график биологического возраста. Ну прям эта статья вызвала некий фурор, все бросились изучать, она была недавно. Я думаю, что еще через год-два мы обнаружим либо опровержение, либо подтверждение. Очень-очень любопытное направление, потому что действительно возможно здесь лежит как раз какой-то ключевой момент. Ну и можно пофантазировать, что сегодня у нас есть технология влияния на работу генов напрямую с помощью некого геномного редактирования. Мы можем включать ген, выключать ген, добавлять ген. И если бы мы поняли, какие конкретно гены из двадцати, примерно пяти тысяч, имеющихся... Тысячи, имеющих же тысячи. Да, мы пока не понимаем, какой набор генов нужно переключить. Мы даже приблизительно не можем определить. Это десять, двадцать, сто, тысячи... Да. Это будет найдено эмпирическим, к сожалению, способом. Никакая, скорее всего, компьютерная алгоритмика нам не предскажет. Но на десятках типов лабораторных животных мы ищем это решение. Есть очень удобные организмы с очень конкретным фиксированным сроком жизни. И вот на них непрерывно сейчас идет фактический подбор-перебор угадывания. Какой сет генов нужно переключить, чтобы организм перестал стареть. И, скорее всего, в перспективе нескольких лет в том или ином организме мы найдем этот набор генов. Как только мы зацепим его в нематоде или дрозофиле или мышке, мы тут же распространим это, конечно, на все остальные объекты. Это очень было бы здорово. И у меня еще есть небольшой довесок про бессмертие. Да. Раз уж мы говорим про старение, то надо упомянуть... Конечно, я уже в начале сказал, что существуют организмы, в генетической программе которых не записано старение. То есть это, по сути, бессмертный организм. Мы здесь не упомянули голых землекопов, икона долгожительства, да? Ну, они не особо... Даже не только то, что они раком не болеют. Да, они, как и морские ежи не болеют, и акулы не болеют. Они здесь не сильно выделяются от тех организмов, которые мы перечислили. Ну, кроме того, что они действительно млекопитающие, они к нам ближе всего. И с точки зрения, если мы зацепим механизм, сравнивая землекопа с обычной мышью, да, вот, собственно, нам же нужно, как морских ежей с продолжительностью 4 года и 200 лет, да? А здесь есть мышка 2 года, и он 20 там, или 30 лет. Да, даже 30 лет. Вот их тоже изучают. Если мы зацепим на млекопитающем, то, конечно, переиначить это на человека будет проще, чем с ежа морского. Но тут, как бы, я скажу так, не критично. Где бы мы не зацепили это решение, хоть на нематоде, который совсем далеко от нас, скорее всего, мы довольно быстро раскрутим это на уровень человека. Вот, есть даже специальные базы данных организмов с пренебрежимо медленным старением. И вот я хотел упомянуть такие примеры, которые доказывают, что действительно старение это не просто программа, это программа, которую можно на самом деле обращать в другую сторону. Это стиральная машинка умеет стирать как по часовой стрелке, так и против часовой, да? То есть, вот эта ручка, которая тикала у старых машинок, значит, ее не просто можно заблокировать каким-то там, гвоздь воткнуть, да? А можно там какой-нибудь тумблер переключить, и она начинает стирать в обратную сторону. Что с точки зрения стирки может быть бессмыслицей, но с точки зрения жизни организма это очень интересная находка. Вот есть такая медуза, туритопсис нутрикола, которая в детстве, когда она маленькая медуза, она вот такой вот гидроидный полип, похожий на обычную гидру, которую мы все знаем из школьной программы. То есть, совсем не похоже на медузу, это детки такие, детки-медузы. Когда эти детки развиваются во взрослый организм, они становятся похожи на всем нам известную такую, с куполом, с какими-то щупальцами там. Желе. Да, желе такое. Вот, и в этой форме половозрелой медузы, они существуют, размножаются, опять же, дают таких малышей, вот, и какое-то время существует. Но ученые заметили, причем это существующие в аквариумах, в морских аквариумах, медузы, и они заметили, что эти медузы иногда начинают обратно уменьшаться, 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 она сама. Потом садится вниз опять на водоросли и становится вот таким вот полипчиком, то есть, как бы ребенком. Сидит этим полипчиком какое-то время и снова переключает что-то, развивается во взрослый особь. Таким образом, она может крутить этот цикл, ребенок взрослый, бесконечное количество раз. И существование самого факта в природе, что генетическую программу можно регулировать в двух направлениях, не только в направлении развития, но и обратного развития, подтверждает, что раз это вообще возможно для какого-то, для какой-то живой системы, это теоретически можно распространять на другие. Мы просто пока не понимаем, повторю, какие механизмы геномного регулирования нам нужно переключать, чтобы обратить эту программу вспять. Вот мы здесь как раз пришли к этому фильму, где человек старел наоборот, уменьшался в развитии. Гигантские деньги вкладываются корпорациями, мегакорпорациями в решение проблемы старения. Создаются отдельные подразделения, занимающиеся изучением процессов старения. И, конечно, я думаю, что именно акцент на исследовании генетических механизмов старения за последние 5-10 лет, он в ближайшие годы количество перейдет в качество. То есть мы накопим достаточный объем информации для того, чтобы эту систему вскрыть. Будет это Google, Facebook, Bill Gates, мы пока не можем предсказать, но в конце своей лекции я хочу сказать, что на самом деле, по сути, мы находимся на пороге создания таких решений, которые остановят программу старения. И всего будет, ну, останется, к сожалению, останется износ, который, скорее всего, еще в течение длительного времени мы не сможем бороться с сумасшедшими клетками, то есть с опухолями. Если человечество придумает таблетку, останавливающую генетическую программу старения, мы упремся в сумасшедшие клетки. И здесь тоже в области онкологии существуют там очень крутые решения, но мое мнение, что какое-то время мы все-таки будем иметь проблемы именно от онкологических заболеваний. Ну, и не случайно эти исследования идут рука об руку, то есть один и тот же человек может заниматься онкологией с уклоном геронтологии. А потому что процессы похожи. Процессы похожи. То есть я хочу на секунду вернуться в самое начало, можно и без слайдов, просто у нас обозначена была программа износа или старения, знак вопроса, или программа, да, старения, это износ системы, или программа знак вопроса. Скорее программа, да, ваш ответ, но с элементами износа. Для тех организмов, у которых она вообще есть, программа, это точно программа. У некоторых организмов старения вообще не существует. Вот так. Все сложно называется. Да нет, все просто. Да просто. Ведь все просто. Все виды живых существ делятся на две кучи. Стареющие и не стареющие. Вот не все люди осознают, что есть не стареющие организмы, деревья, акулы и так далее. Губки, да. Вот эти губки, возможно некоторые там морские ежи. И те, кто не стареет, не имеют просто этой программы в своей генетике. А стареющие, безусловно, стареют за счет прописанной в генах программы переключения этих 25 тысяч генов так, чтобы организм через определенное время, четко заложенный в этой программе, умер. Был удален из популяции, чтобы дать возможность следующим поколениям приспосабливаться к изменяющимся окружениям условиям внешней среды. Ну то есть так или иначе и программа. Я за программу. Да. Спасибо большое. По скриптуме я хотела вас попросить прокомментировать целое направление исследовательское в области продления жизни. Сейчас я назову слова, и вы сразу поймете, о чем речь. Рапомицина, карбоза, метформин – это все препараты, которые используются в исследованиях. Они имеют определенное медицинское назначение. Рапомицин – это иммуносупрессор. И он выяснил, что он продлевает жизнь мышей на 15-20%. На какой-то ограниченной каворте людей испытывали, пожилых людей. И они под рапомицином легче переносили вакцинацию от гриппа, которую они, в общем-то, не просто переносят пожилые люди. А карбоза – это лекарство, которое принимают люди с диабетом. Тех же мышей оно, значит, на 22% им продлило жизнь, сделало их моложе. Метформин – это вообще серьезный препарат. Это, по-моему, в онкологии он применяется. Есть данные о том, что он тоже продлевает жизнь подопытным животным. Ну, допустим, действительно продлевает. И имеет ли смысл эти исследования в перспективе, потому что, ну, серьезные препараты. Стоит ли их принимать в далекой перспективе для того, чтобы продлить жизнь? Чего придерживаются эти исследователи? Какой идеей? Или они думают, что в процессе испытания они выявят некий механизм, на который можно будет влиять? Конечно, да. Здесь вообще все такие… Я повторю, препараты очень серьезные. Ну, это конкретные примеры. На самом деле препаратов, которые достоверно влияют на продолжительность жизни, их довольно много. И некоторые из них там не такие серьезные. Не, ну, подавлять иммунитет для того, чтобы жить долго? Ну, да, будет онкология. Естественно. Нет, самый простой вариант вообще для бытового продления жизни – это просто меньше есть и меньше двигаться. Меньше есть – это главное. С точки зрения, зачем ученые занимаются такими исследованиями? Конечно, вы правильно сказали. Ученые хотят понять механизм. Мишень. Мишень. Какие гены в это вовлечены. И дальше пробовать уже, может быть, другим способом. Не этой таблеткой, а каким-то прицельным ингибитором этого гена. Или каким-то метилированием. Эту гипотезу проверять. И если окажется, что да, вот идеальной для ученого генетика является публикация, где сказано, не каким препаратом, а что выключение вот этого, вот этого и вот этого гена изменило продолжительность жизни там настолько. Или включение и выключение. То есть четкая инструкция, какие элементы в ДНК мы должны перерегулировать, чтобы получить эффект. А каким механизмом – это не так важно. Иными словами, цель чисто познавательная. Да. Спасибо большое. На студии был Денис Ребриков. Спасибо. Спасибо.